Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, почему и когда будет вторая волна пандемии COVID-19. И что делать, чтобы вы, подписчики моих каналов, не попали в эту печальную статистику. Напомню, уровень смертности от 1 до 10% по разным странам. Думаю, что это достаточно серьезная мотивация даже для самых беспечных. Все-таки заняться своим здоровьем. Пандемия будет продолжаться несколько лет. Почему вы узнаете в этом видео. И я советую вам правильно заниматься профилактикой. А за это время правильно подготовить свой организм. И кому-то нужно скомпенсировать сахарный диабет. И восстановить сосуды. Для того, чтобы убрать этот риск. Очень серьезный при этом заболевании. Кому-то нужно подготовить органы дыхания. После респираторных, либо других заболеваний. Восстановить их. Потому что критическая точка в органах дыхания. Кому-то нужно улучшить обменные процессы в принципе. Заняться метаболическим мозгом в вашем организме. Печень. Особенно, если у вас есть жировой гепатоз. И стеатогепатит. А вы не знаете все секреты здоровья. Или что делать, если у вас есть печень и почки. Иными словами, нужно прилагать правильные усилия. Тогда в случае заболевания вы получаете иммунитет. Почему пандемия продолжается? И почему вторая волна будет точна? Просто приостановка пандемии будет только в том случае, когда 20-30% населения будут иметь иммунитет. В результате перенесенного заболевания, когда вы правильно восстанавливали свой организм и иммунитет выработался. Либо после вакцинации, который тоже нужно правильно готовиться. И правильно сопровождать, чтобы опять-таки иммунитет получить. А не просто поставить птичку, вакцину ввели. И вы считаете, что вы под защитой. А на самом деле вы по-прежнему беззащитен. Об этом и другом, как правильно это делать, я объяснил более подробно в своей новой опубликованной книге COVID-19. Что делать? Когда будет вторая волна пандемии? Управление процессом идет с двух сторон. С одной стороны, вирусу хочется выжить. И он уже останется в окружающей человекосреде. И это уже будет привычная инфекция. Но для тех, кто родился, им будет проще переносить эту инфекцию. Для тех, кто уже имеет определенный стаж жизни на этой планете, для них будет несколько серьезней. И вопрос болеть, не болеть, решают организаторы здравоохранения. Иными словами, когда смягчаются условия карантина, то это не повод для вас прыгать до потолка, чтобы победили коронавирус. Нет. Смягчение условий карантина это увеличение частоты контактов среди определенных групп населения. В зависимости от пола, от возраста, от других каких-то привычек. Иными словами вам дают возможность чаще общаться с другими людьми. А чем больше социальных контактов, тем больше вероятность заражения. То есть здесь остановить, решить пандемию можно только одним путем. Иммунитет. И в случае, если вы на ослабление карантина реагируете и выходите из дому, примерно так, как я сейчас сижу перед вами, вероятность заболеть у вас повышена, вероятность попасть, выйти из карантина и оказаться в больнице у вас повышена. Но при этом высокий уровень заболеваемости вынудит ужесточить явление карантина, чтобы заболеваемость уменьшить. Как вам поступить правильно? В случае, если изменили условия карантина, я советую вам все-таки заболеть несколько позже. Не в первые месяцы развития пандемии, когда врачи еще не умеют лечить, не знают, чем лечить, не найдены средства. Ну и другие белые пятна еще в этом заболевании есть, не все еще изучено. Поэтому я советую вам не торопиться. И минимальная защита может быть, если вы взяли обычную маску и носите ее вот таким вот образом. Иными словами, вы перекрыли один из основных путей попадания коронавирусной инфекции в ваш организм. То есть, через начальное дело пищеварительной либо дыхательной системы. В этом случае вы предупреждаете развитие язвенно-некротического энтероколита с перитонитом. Серьезное осложнение при развитии коронавируса в пищеварительной системе. Опять-таки, если вы не знали, как ее правильно подготовить к этому событию. А также предупреждаете развитие коронавирусной инфекции в трахеи. Откуда второй, следующий шаг уже в легкие. И серьезное осложнение. Но это будет в том случае, если вы будете дышать через нос. Если вы дышите через рот, маска может плотно не прилегать. И здесь коронавирус все-таки имеет шансы попасть в ваш организм. Как осложнить ему эту возможность, дадим вопрос, поднимите маску несколько выше. Перекройте себе два основных пути попадания коронавируса в организм. И снизьте вероятность попадания огромных количеств коронавирусов, от которых зависит бурное развитие инфекции. Лучше пусть коронавирус попадает в небольших количествах, если попадет через такой барьер. Он, к сожалению, все случаи не блокирует. Но интенсивность вирусной инвазии с самого начала контролирует. А при первом контакте вашего организма с вирусом начинает уже работать иммунная система. И чем позже вероятность развития осложнений в органах дыхания, тем лучше вам. Как эту ситуацию еще более безопасно сделать? Да не вопрос. Перекройте и третий путь проникновения коронавирусной инфекции. Через слизистую глаз тоже возможно заболевание и не гарантирует легкое начало инфекции. Иными словами, когда вы дышите исключительно через нос вдох делаете, то инфекция останавливается в начальных отделах органов дыхания и носоглотки. инфекция попадает на слизистую глаз, развивается конъюнтерит. Легкое начало инфекции не гарантирует вам лечение заболевания без осложнений. То есть, что инфекция не спустится в органы дыхания и не вызовет там серьезные осложнения. Но шансов у вас больше, если вы знали как правильно подготовиться. Иными словами, вы подготовили свой организм в вашем организме, особенно в вашей печени, это склад полезных питательных веществ, достаточно витаминов, макро, микроэлементов. У вас правильное питание и правильное переваривание белковой пищи, из которой образуются антитела, иммуноглобулины, интерферон, то есть, иными словами, защитные средства, которые помогают вам бороться с любыми инфекциями, в том числе и с коронавирусами. В этом случае вам будет несколько проще заниматься лечением. И вторая волна будет тогда, когда вы эту защиту уменьшите. И когда вашему примеру последуют те, кто находятся в вашем населенном пункте, вспышка инфекции будет выше, карантин сразу сделают жестче, для того, чтобы сохранить жизнь тем, кто еще не заболел. Потому что вероятность заболеваний тоже повыше. И в этом случае вот эта игра возможностей, результаты могут быть разные. Результат чаще всего зависит от вас. Поэтому предупрежден, вооружен, кто говорит не носите маски, носите очки, я понимаю, он рассчитывает, что у вас прекрасный уровень здоровья и вы с инфекцией справитесь самостоятельно. Я бы советовал вам отсрочить заболевание максимально возможно, потому что в этом случае вылечиться с иммунитетом будет проще. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения. Пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, можете поставить лайк, не забудьте выразить свое мнение в комментариях, возможно, какая-то информация мной изложена не точно, или у вас есть своя информация о том, как развивается коронавирусная инфекция и как лучше управлять ее особенностями для вашего здоровья активно удовлетворить, пишите в комментариях. Многое меняется. Ну, а я подумаю, как написать следующее видео и опубликовать на своем видеоканале. До новых встреч на моих видеоканалах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко это YouTube, а также Школа Доктора Скачко в Instagram. Доктор Скачко и Школа Доктор Скачко и Школа Доктор Скачко